Привет! PlayStation 5 и Xbox Series снова появились в продаже, а вместе с ними появилась и армия новичков, которые забрали бесплатную GTA Online и, посмотрев видео про Грейпсидскую Рапсодию, не понимают, как заполучить автомастерскую, а вместе с ней и задания по тюнингу. А отсюда и вопрос о том, как быть, если новичок заходит на сайт конфиската, а автомастерских там и нет. Первая часть этого видео будет как раз для них и расскажет, как это сделать. А во второй части покажем то, что до появления DLC тюнеры Лос-Сантоса было недоступно большинству игроков, а после стало доступным, но должного освещения этой темы так и не получило. Итак, чтобы автомастерские стали доступны к покупке, прежде всего необходимо приехать в автоклуб и посмотреть вступительный видеоролик, в котором будет рассказано про то, что теперь можно купить автомастерскую как бизнес, а не как приложение к гаражу офиса или детективного агентства. Автоклуб находится в промзоне Южного Лос-Сантоса, как показано на карте. Заходим и смотрим видеоролик. После просмотра вступительного видео понимаем, что игра нам ненавязчиво впаривает автомастерские. Заходим на сайт конфиската и забираем ту, которая вам больше всего нравится. Подробнее об этом уже было рассказано почти год назад в видео по подсказке в правом верхнем углу. Задания на тюнинг будут приходить в виде смс. Дальше все просто. Подходите к машине и начинаете ее тюнинговать в соответствии со спецификацией, которая находится внизу экрана в виде субтитров. Те детали, которые указаны в спецификации, ставить строго в соответствии, а неупомянутые в спецификации, можете лепить или не лепить по своему усмотрению. Стоимость тюнинга для клиента от этого не изменится. Однако, если вам попался тот транспорт, которым можно побарыжить, то ставьте максимальный тюнинг, не обращая внимания на спеку. Это сделает автомобиль дороже вдвое или втрое, и купив с десяток таких машин, вы сможете продать их ближайшему Лос-Сантос Кастомсу с прибылью от 50 до 100%. Случается так, что вы купили из десяток машин, а они так и не были доставлены. Просто смените игровую сессию, и автомобили будут ждать вас в хранилище вашей автомастерской. Самый главный секрет в том, чем дешевле машина, тем больший процент прибыли с нее можно получить. Конечно же, все это не самый легкий путь к игровым миллионам, поэтому не увлекайтесь, но побаловаться можно. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну а теперь информация для бывалых игроков. Об этом почему-то никто или почти никто не удосужился сообщить, а ведь по сути с выходом DLC-тюнеры Лос-Сантоса. В сюжете игры GTA V был разблокирован ряд мини-квестов, ранее недоступных подавляющему большинству игроков и доступ к эксклюзивному контенту, который был доступен лишь тем, кто перешел со старого поколения консолей PlayStation 3 и Xbox 360 на Next Gen консоли и ПК. Таким образом, если сейчас любой из вас сохранит свой прогресс в GTA V на отдельный слот и начнет сюжет заново, то уже буквально в самом начале игры, после выполнения миссии Тони на эвакуаторе или миссии с ночными гонками от ХАО, когда начнет работать генератор случайных событий. Франклин может отправиться к Лос-Сантос Кастомс на шоссе 68, что в пустыне Грэнд Синьора, и найти там на автозаправке, что находится слегка севернее, бронированный автомобиль Импант Дюк Оодес. Тот самый автомобиль, на котором в нашем последнем видео Тревор подцепил Урсулу. К слову, совсем не обязательно, чтобы к этому месту приехал именно Франклин. Приехать и заполучить этот автомобиль может любой протагонист. И после того, как он в нее сядет, начнется мини-миссия-дуэль, цель которой продемонстрировать, насколько бронирована эта машина. На протагониста нападут местные деревенщины и водители-дальнобойщики. Достаточно просто от них удрать, или как вариант приехать к полицейскому участку, и тогда их нейтрализуют копы. А машину можно сохранить, в гараже, или в случае конфискации забирать ее в этом же полицейском участке за 250 долларов любым из протагонистов. Ну а после завершения миссии папарацци, где Франклин помогает Беверли Фелтону заполучить интимные фото знаменитостей, Беверли пришлет Франклину СМС-ку о том, что записал его на конкурс фотографов-любителей, в рамках которого ему, подобно псу-шарику из деревни простоквашина, предстоит бегать и фотографировать зверье. Чуть позже Франклин получит письмо от турагентства, в котором будут изложены правила участия в конкурсе фотоохота и требования к фотографиям. Очень забавный квест. Одни животные при попадании в объектив будут сидеть на попе ровно, другие будут пытаться изобразить быстрого Себаса, а кое-кто даже рискнет съесть. Попробуйте, будет весело. Призом за прохождение квеста будет батискав Кракен, который будет стоять на пристани к Этфишую, и пользоваться им сможет любой из троих протагонистов. А в океане вокруг Сан-Андреаса есть на что посмотреть. Попробуйте добраться на Кракене до места, где предположительно расположен Каю Перика. Там кое-что любопытное. Сразу же после завершения миссии Мистер Филлипс и разблокировки протагониста Тревора, неподалеку от бара Йеллоу Джек, где Тревору предстоит встретиться с покупателями продукции, которую выпускает его лаборатория, появится точка проведения гонок на серийных автомобилях. Трасса несложная, кольцевая, проехать нужно пять кругов. Все заезды одинаковые, разница лишь в участниках. Первые три заезда выигрываются практически на любой легковушке, а вот для четвертого и пятого заезда уже потребуется легковушка более или менее заряженная. Если будут проблемы с прохождением гонок за Тревора, можете дождаться, когда снова разблокируется Франклин, и используя его читерскую сверхспособность, пройдете эти гонки легко и непринужденно. Результатом победы в каждом из первых четырех заездов будут маслкары в гоночной раскраске. Бургер Шот Стеллиан, Редвуд Гонтлетт, Писвассер Доминейтер и Спранк Баффало. В дальнейшем всех их можно будет обнаружить во всех покупаемых гаражах всех протагонистов в разделе особого транспорта. А в качестве приза за пятый заезд будет монстр-трак Шеваль Маршалл. В гаражах его не будет, но его можно будет сохранить в ангаре аэродрома Тревора или покупаемых ангарах Майкла и Франклина. Ну и еще одно событие разблокируется в пещере, чуть севернее электростанции Палмар, после завершения миссии «Нервный рон», когда у Тревора появляется свой аэродром с вертолетной площадкой и ангаром, и в нем становится возможным сохранять самолеты и крупный транспорт, коим и является Шеваль Маршалл, рассмотренный ранее. Ну а сейчас в пещере происходит сделка контрабандистов, которых по традиции надо размотать, а самолет экспроприировать и доставить в ангар. Ну конечно же эту сделку может сорвать не только Тревор, но и Майкл с Фрэнком, но вот если у них не будет куплено ангаров, девать им этот самолет будет некуда. Ну вот такие вот, собственно, ништячки с бонусами появились незадолго до ухода на покой GTA Online для PlayStation 3 и Xbox 360. Быть может кто-то из ютуберов это все уже заприметил и осветил на своих каналах. Ну а нам об этом всем стало известно только тогда, когда закончилась подписка PlayStation Plus, а адекватных вариантов для ее реанимации еще придумано не было. Так или иначе, все перечисленное очень нас порадовало, а нашего Тревора порадовал его новенький гидроплан.